Привет всем нашим! Новый выпуск Динамо ТВ расскажет вам о том, как наша команда провела первую неделю предсезонных сборов здесь, в Турции. Без лишних слов. Поехали! Наше турецкое межсезонье в самом разгаре. Сегодня у команды 8-й день пребывания на Средиземноморском побережье. Казалось бы, 7 дней, а пролетели они незаметно. В Белике команда базируется в отеле Calista Luxury Resort. Вместе с нами проживает Ташкентский локомотив и друзья Игоря Шитова из Астаны. Первая неделя турецкого сбора – это довольно непросто. У кого-то акклиматизация, у большинства нюансы связаны с переходом на натуральное покрытие. В общем, житейские банальности футбольной жизни. Кирилл, мы уже неделю тут находимся на сборах. Как настроение? Судя по твоему веселому жизненно-радостному лицу, все отлично. Все прекрасно. Устал? Работаем. Ну, есть немножко. Ну, нормально, приятная такая усталость. Самое главное – работа идет полным ходом. Хорошо, все нормально. Спасибо. Все нормально. Какие еще слова знаешь, кроме «все хорошо», «нормально» и «спасибо» на русском? Ну, я знаю. Жора говорит правильные слова. Я знаю много слов. Да, понимаю все, говорю чуть-чуть. Кто тебя больше всего учит русскому языку в команде? Кто меня учит? Жора? Да, потому что он понимает чуть-чуть английский, и я понимаю чуть-чуть русский, и так мы говорим. А чуть-чуть грузинский понимаешь? Грузинский? Да. Конечно. Каждый день я слушаю Жору, как говорит. Как известно, в Турции к команде присоединился главный тренер – Роман Михайлович Пилипчук. С самого первого дня в команде установился серьезный порядок и дисциплина. Никаких послаблений и расслаблений. Все мысли только о работе и тренировочном процессе. А как же иначе? Работы у команды будет много. Ну, как сбор проходит? Рассказывай. Отлично. Всю правду расскажи. Все на лице написано. Кстати, Игорь Шитов уже работал с Романом Михайловичем в московском «Динамо». Впечатления о его работе только положительные. Ну, конечно, все позитивно. Ничего я добавить не могу. С точки зрения работы? Когда я узнал, что он придет, он меня продлится. И сразу же была мысль о том, что мы будем двигаться только вперед. Развитие. Это будет плюс для клуба, для футболиста, для каждого футболиста. Думаю, даже в моем возрасте я что-то новое сейчас от него почерпну. И рост продолжится. За первую неделю сбора команда провела два контрольных спарринга. Против юношеского состава Донецкого «Шахтера» 0-0, а также словацкого клуба «Ружемберок». Поражение 0-2. Во время этих матчей тренерский штаб попробовал разное сочетание игроков на поле, просматривал потенциальных новичков и дал ребятам серьезную нагрузку. Ведь кто-то сыграл даже две игры за два дня. Две игры провели. Вот как тяжело первые эти матчи на траве дались? Ну, трава, наоборот, это плюс для нас. Ну, конечно, тяжело своими покрытиями, сменой климата. Новые требования, вроде что-то нужно принимать и воплощать в играх. Ну, должно пройти немало игр, чтобы мы действовали идеально. Две игры подряд, собственно, как-то ноги. Вот честно скажи. Тяжело. Очень. Да. То есть ноги болят, кузят, смена покрытия. Ну, ничего, это через это надо пройти. Все это нам на пользу. В любом случае. Команду покинули Филипп Иванов и Артем Гуренко. Их просмотр окончен. Также в Минск отправились дублеры Артем Кураки и Никита Халимончик. Зато к нам вернулся наш бомбардир Кихин де Фатайи. И с отличным настроением втянулся в работу. Приехал твой друг Кенни. Расскажи, откуда между вами такая дружба? Он без тебя не выходит на разминку в квадратике. Да нет, ну это еще с прошлого года пошло. Так что все время выходили, набивали мяч. И он не забыл этой традиции нашей. Здесь, в Турции, у ребят жесткий режим дня. И свободного времени практически нет. Оно уходит на восстановление сил после тяжелых тренировок. Разве что только вечером, после ужина, у футболистов может появиться пара лишних минут свободного времени. На сборах ты живешь в 80-м городом Олегновичем. У вас, наверное, самая спокойная комната среди нашей команды. Не исключаю, наверное. Не знаю, никуда не хожу пока. По комнатам не хожу. Не знаю. Не, у нас в принципе-то времени нету куда-то ходить. Правильно? Да, да, да. Только сон, только сон. Ну вот вообще вот вечером, наверное, единственное время, когда есть пару свободных минут. И как вы, например, их проводите? Массаж. И спать? Массаж и сон. И все. Ну вот, а кто-то думает, что в Турции тут и футболистов сахар. Это все сказки, пацаны пашут. Но несмотря на тяжелую работу, которой футболисты заняты на учебном сборе, самое главное – это сохранять позитив и хорошее настроение. Кстати, вчера отмечался именно этот день. День хорошего настроения. Слушай, вот, наверное, главный вопрос от всех наших болельщиков – откуда столько позитива у тебя? Всегда, в любой ситуации ты улыбаешься, несмотря ни на что. Откуда это? Все в личку. Ну давай, пару секретиков подходит. Улыбка – это же гормоны счастья вырабатываются, эндорфия, ну ты что? То есть под турецким солнцем? Конечно. Улыбка, как говорится, высушит хорошо. Сегодня, кстати, Всемирный день хорошего настроения. Пожелай нашим болельщикам хорошего настроения. Я желаю всем болельщикам, чтобы они каждый день улыбались, и каждый день у нас был этот праздник. Сделали это так же красиво, как Игорь Шитов. Позитивное настроение, да, улыбки продлевают жизнь. А мы напоминаем, что за ходом нашего межсезонья подробно можно следить в наших социальных сетях. Присоединяйтесь, у нас там много фотографий. Вернуйтесь, все равно. Нормальные фотки всех, особенно вчера, и там то, что опа прошла, там не прошла.